Субтитры сделал DimaTorzok Я не хотел бы верить в это, но Кассиус работает с лунокровками. Он против нас теперь. Это я буду решать. Наши пути пересекутся у лагеря лунокровок. Я уверен в этом. Я с ним буду лично разговаривать. Это разумно. Вот сейчас он тебя пустит. Наша победа 100% командир. Во-первых, у нас в 10 раз больше войска. У нас лучшая технология. И у нас еще есть элемент внезапности. Он уже убил твоих собственных солдат. Ну, зачем приветствовать этого урода? Я не понимаю. Он и так уже убил твоих собственных солдат. Что тебе еще нужно, чтобы знать, что он предатель? Он... Подожди, он еще... Не такой, как тебе кажется. Он накровки его просто... Они промыли мозги, грубо говоря. И заставили его делать эти вещи против нас. Я с ним поговорю. Он вспомнит, кто он. Я уверен, что он к нам вернется. Ну, сэр... Ну, ладно. Твою дивизию. Как хотите. Все, вали петушок. Сейчас опять будет философия ГАС. Аказиус. Мой старый друг. Пока ты дышишь, я сделаю все, что я могу, чтобы спасти твой сломанный разум. Я обещаю. Что-то мне кажется, что я тебе сломаю, что-то, генерал. Ну, что же, дорогие друзья. Для тех, кто не помнит. Мы в прошлой серии. А кто не успел посмотреть или пропустил, обязательно посмотрите. Серия вышла, на самом деле, длинная. Но там объясняется, кто я и откуда я. И почему, и зачем. Что-то, конечно, очень и очень... Не может не радовать. Вот. Даже в описании очень просто. Я узнал правду о себе. И теперь нужно увидеться с Джинджером и со старейшиной в спрятанном лагере. Ой. Все. Часть пятая. Ну что, ребят, я думаю, уже довольно близки к концу легенда. И посмотрим, сколько у нас займет. Часть, две части. В любом случае, оставайтесь со мной. Вместе дойдем до конца этого просто прекрасного... Эй, прекрасной игрушки, отличного сюжета. Что, ну, никак не может не радовать, конечно. Что я могу сказать. Бой, бля. Чуть я не упал. Я сейчас только догнал. Бой. Что это за мной? Стоять, кто идет? А, прости, Митрарин. Это ты, да, да, заходи. Ха-ха-ха. Да, у них хоть нормальные тут кенты, которые... Бить его? Нет, не ладно, не надо убить. Так, уйди, уйди. Откуда ты взялся тоже? Ёлки! Ух вы, скакуны какие. Я думал, я скачу. Там один застрял сзади. Блин, нифигасе. Вот у них тут армия, короче. Что-то, мне кажется, в конце будет война нереальная просто. Давай разговаривай. Приветствую тебя, Сэн Митрарин. Все, мы почти готовы к войне. Так, и что у нас тут есть? Какие варианты? Что я могу делать, чем помочь? Это все, что осталось. Мы здесь в безопасности. Или вот, что значит путь? А, я спрашивал в прошлом раз, что значит этот путь безогненного света? Что это их философия жизни, чуть ли не религия. Давай спросим, что это же все войска, что? У тебя, наверное, есть больше солдатов, чем это. Минерал Гайос, он очень и очень педантичен в уничтожении большинства лунокровок из этой земли. Это все, что осталось. Как ты собираешься победить с такой сгорской солдат? Мы не можем. Поэтому мы создали тебя. Ты повернешь часу весов. А, отлично. Без давления или что-то такое. Так, мы в безопасности здесь. И не лагая, знаете, об этом месте. Я боюсь, что он теперь знает. Что? Как? Один из наших. Он держал в виду. А, окей, окей. Вот, все, что как раз мы предполагали, ребята, торговец этот, Террес. Он как бы следил за тобой с того момента, как ты начал. Да, я знал, что этот страшненький торговец был один из вас. Как может он унокровка так просто оперировать в этих землях? Он и умные бизнесмены сидит во всех правильных местах. И солдаты гася, как бы, отвернулись в свой взгляд от него, за то, что он давал им бесплатно. Короче, на лапу они брали себе козлы. Вот, но в любом случае, никакое количество этих всех подкупаний не может сделать так, чтобы нас не нашли. А, вот так нас гася нашел. Сколько ты думаешь, у нас есть времени, чтобы подготовиться недолго? Вся цель гася, это стереть нас лица земли, когда он будет знать, где наши последний оплот, он обязательно пошлет все для того, чтобы нас уничтожить. Так, ну, чего? Ну, давай спросим еще раз, что это за путь. Я вижу здесь всякие лампы, но не то огня. Это пути безогненного света. Да, да. В древние времена лунокровки называли по-другому. Мы жили в отличном обществе, которое называлось Синтак. И у нас было знание для того, чтобы идти за путем безогненного света. Ладно, да, давай, расслабься, это сейчас займет время. Синтак эти, у них была сила, которую этот мир никогда не видел. Мы построили эти штуки, как эти лампы, вот, для того, чтобы освещать темноту, просто с искрой. Окей. Окей. Инфорт, как всегда, Фиджит-шутит у нас с фигнями. Вот. И... В общем, древние книги не говорят о том, как Синтак пришли к упадку, и все знания были тоже подбуждены утеряны. Все, что мы знаем, что наш вид был сделан изгнан, да, и это так осталось неисчислимое поколение. И все это время мы верили в то, что лунокровки, они единственные, которые остались, которые знали о этом пути, но мы ошибались. Когда Геннерал Гайз начал свое очищение, он... Там были истории их оружия, вот. И оружие, которое было идентичное к тем, которые были у Синтака в самых их древних рассказах. А о каких мы говорим оружиях? А-а-а, нифига себе! Вау! Короче говоря, стрелы, которые были сделаны из света, машины, которые могли летать, как птицы. И как мы должны с твоими лампами бороться с этим вещами? Я не сказал, что это будет легко. Никто никогда не говорит. Я сказал однажды, помнишь? Да, да, и ты был неправ. Так, что я могу сделать, чтобы помочь? У нас, естественно, очень мало людей. Наш главный инженер. Санжин. У него проблема с поддержкой лагеря. Иди поговори с ним, и я думаю, что он тебе объяснит потом. Опа! Еще квест. Хм, как необычно и неожиданно. А, также есть еще у нас скаут Кир, который уже много-много часов не выходил на связь. Наш патруль находится на востоке от нашего... от лагеря, если ты хочешь найти. В общем, все, у нас две штуки есть, да? Или он просто сказал, да, поговорить раз и два. С двумя поговорить надо. Сейчас мы с ними и поговорим. Ой! А, это Джинджер. Ладно, я не буду морочить на иголу. Пусть она отдыхает от меня, пока я с ней в конце поговорю. Она будет плакать опять. А, где мой брат? Убить тебя! А, нет, это Санжин. Вот с тобой будем говорить. А, ты как раз вовремя, Митровин. Меня зовут Манжин. Я... Ты меня называешь главным инженером. Я думаю, так это называется. Старейшина сказал, что тебе нужна какая-то помощь. Да, да, да. Внизу у нас есть всякая, короче говоря, машина, которая нам доставляют энергию и воду. И что-то там проблема была с сейсмической активностью. Там же они, они же на вулкане живут, тормоза, блин. И она просто выключила эти обе системы. Мы должны опять их запустить. Естественно, я занимался... Да, стоянием ты тут занимался. Заниманием... Занимался приготовлением к битве. Я... Буду тебе очень благодарен, если ты сможешь пуститься вниз и посмотреть, что и как. Да, да, конечно. Спасибо. Я нужен будет запустить заново генератор и... Ээээ... Эээ... Систему подачи воды тоже, когда ты будешь там внизу. Вот. Нужно, чтобы они обе обязательно работали, если ты хочешь, чтобы у нас был хоть какой-то шанс против генерала. И... Ой, бля. Не тормоз. Я хочу назад теперь. Конечно, я хочу назад. Так, я хочу еще квест получить от второго уже, чтобы не морочь и голубо там. Окей. Ой, тут что-то еще и есть даже. Эээ! Ой, бля. А вы тут откуда, придурки? Так, это какие-то еще из первых гоблинов, которые в лесу были, да? Да. Вроде бы. И скоро я уже поднимусь на уровень. Так, и че? А, окей. Так бы и сказал. Подожди, а может тут что-то есть? Ой, нет, тут ничего нет. А где же мне найти этот? Так. Опа. Кто-то бежит ко мне. Эээ, ты че-то слышал? Опа. Че-то мне говорит, что тут будет очень весело. Так. Так, я не нашел тут, короче, эту фигню. И тут тоже есть че-то. А здесь должен быть наш Кент, который не выходит на связь. Ой, че-то за фигня. А, это эти лампы. Прикольно, блин. Ха-ха. Везде лампы такие веселые. Так, вниз мне эти. Я могу пойти вниз, нет? Да. О! Ну, тут она была на очень и очень открытом месте. Так. Че у нас там за блупринт? Ох, нифига себе, еще круче. Нифига себе. Вот эта защита сразу. Один. Так. Подожди. А я это еще не нашел. Твою дивизию. Конечно, я это еще не нашел. Я даже не вижу, что это. Ладно, будем. Потерпим. Может, это здесь где-то находится. И все. И нам, в принципе, можно идти направо уже, потому что это... Да. Тут уже ничего нету. О! Убит. О, нет. Ляха Мухадас. Посмотри. Это... Тот разведчик. Ой! Смотри, смотри. Че там за херня? Твою мать, невидимый Кент. Нифига себе. Бляхамухадас. Ну, ни один еще здесь. Я тебе подсечку дам. Отлично. Как они вот так? Мне же нравится. Еще кто-то идет? Бляхамухадас. Уже хорошо. Ну? А, это желтое. У меня нету желтого. Блин, это вообще жопа-то, да. Ну и все, короче. У меня сделали какой-то апдейт или нет этому квесту? Хм. Во-первых, я не пошел назад. Мне нужно было бы пойти назад. Я потом обязательно пойду назад к Попе и к этому старичку и всем им тоже помогу. Ну, фиг с ним, это я потом сделаю. Вот, генерал попросил, значит, генерал этот, не генерал, а этот самый. Все, короче. Нужно... И рассказать назад, опять генералу, что убийцы эти невидимые начали продвигаться. Как это засекка взяла? А, урод? Это принципио... Мой, 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 мой прототип такой. Пошел за лицом. Пошел в жопу, отлично. Фу! Фига себя не вообще бесит, нет. Вот еще. Ага. Сейчас, это мне завалит, сейчас. Как я в вопли? Падай. Все, сдох. Окей, тут еще один. Где он, сдох или нет? Да? Не сдох. Ха-ха. Подсечками тебя, козел. Так. Ну, потом мы сообщим генералу, это все понятно. Где у меня здесь находится? Можно оттуда прыгнуть вниз или нет? Нет, нельзя. Ха-ха. Я должен был попробовать. Так. Я не могу идти туда, ладно. Обидно. Опять вот придет. И зачем? Вот зачем вы придете сюда? Просто на смерть, на свою. Ну что? Все. С одним этим квестом, который у меня есть, можно идти с ним вниз. И посмотреть, что и где здесь творится у меня. Куда? Направо, налево? Да, в принципе, пофиг. Сохранимся. Ой, гля, я вижу уже, что меня ждет здесь. Здесь одна из этих машин, да, справа? Ой, гля. Подождем, пока этот придурок сдохнет. Ха-ха. Так, ну что же. Здесь должна быть одна из машин. Что-то, мне кажется, крест короткий, я так понимаю. И себя правильно так понимаю. Пошли в жопу. Ой, бля. Что это? Супер Марио? Успел тут, я успел тут пробежать. Быстро, быстро, быстро. Все, он багнется дохо, да? Ой, бля. Я испугался. Блин. Я думаю, что нужно до хрена знать, что уже делать надо. Пусть поднимает фиджеты и все. Потом здоровье подправлю. Так. О, бля, как-то все запутано-то. Ёлки-палки. Ой, бля. Бля, 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 бля. Бедно, они там. Я еще жалуюсь, и я вздыхаю. Вон, они жаловаться должны. Они тупо сгорели там. Так, вниз, я туда не пойду, потому что, понятно, что это выход отсюда. Поэтому, вымите дальше сюда. И вот здесь. Ну-ка, это уже не я. Нет, это еще я. Вот, уже не я. Это, короче, нифига себе, что за фигня не случилось. Короче, это... Штука для воды, которую нужно запустить, она не обросли просто-напросто. Ох, нифига себе, что мне сказал. Мне аж стало невесело. Короче, говоря, как мы видим, на ней наросли здесь просто-напросто какие-то корни. И нужно каким-то фигом их спалить. А каким фигом их спалить? Ёлки-палки, я не знаю. А, хотя, может, стоп. Ха-ха-ха. Однако, хорошо, что я успел сообразить. Все, работает. Красавец, фиджет. Ладно, ладно. Я начинаю краснеть. Ха-ха. Не краснеть, все нормально. Так, поменяем назад электричество. Отлично. Одна штука сделана. Можно продолжать возвращаться. Продолжать возвращаться. Можно возвращаться назад. и... И все. И продолжаем на... К... Блин. Какой тут фигня нереально происходит. Сейв это уже хорошо. Так. А, бля! Бля, ну, ёлки-палки, ну что за низкладуха? Окей, это идет как-то вверх. Нет, это идет вниз, твою мать. Я сейчас сдохну просто. Да, ёлки-палки. Блин, ну что за тупизм? Куда? Давай, выше, выше, я хочу. А, вот оно выше. Фу! Блин, это же нереально просто было. Офигеть просто. У меня и это жач, который закончилось. По тупости, конечно. Ну ладно. Ну ладно, еще не сдох. И камень не остался. И сейчас сдохну. Что я смогу прийти назад. Так. Ой, бля. Бля, значит, нет, не туда. Ха-ха! Как я проверяю себя на собственной заднице вообще? Тупик. Ну ладно, ничего. Офигеть просто можно. Просто офигеть можно. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Тихо-тихо-тихо. Не ударься, а то есть я ударюсь там вообще пипец. Ой, бля. Если я сейчас упаду, это вообще будет... сам обидная штука которая со мной происходило за последние 20 частей блин а еще нету 20 частей а так ну что где-то наша вот наш генератор очистник то есть так два пассажира сможем запустить опять я чувствую тут нету энергии может мы сможем опять вернуть как-то его искру но это будет просто пожалуйста вот и все одессе жить все теперь лагерь должен получать и электричество тоже отлично виджет ну блин где я был без тебя наверно до сих пор погулял еще по горам снаружи авроры подачи что нет я просто хотела сказать неважно не переживай ладно все все работает поехали на сад к сан джинну ну чё ребят уже хорошо потому что мы оба квеста закончили оба квеста нашли труп фу блин я не верю что я так просто с этим справился может здесь тоже попробуй так ладно нет не вышло не вышло не вышло бля ладно хоть чуть-чуть попалился не сильно а где-то фигня вот эта фигня а где же у меня здесь находится где-то ну где-то же должны находиться эти фигни нет как это называется ну сокровище где-то же должно быть здесь блин а я его не вижу каким-то фигом почему ладно потом вернемся разберемся пошли к старейшине пока что джинджер бродит вот старейшина давай подавали немного экспириенса старейшине без нее плохие новости мы нашли кира но его короче достали солдаты гайса у него вообще шанса не было значит уже началось почти уже наше время на исходе пожалуйста помоги сан джинну с системой поддержки я уже помогли успокойте все нормально давайте сейчас сразу расскажу все короче сан джинна 5 сумел когда сделать вы не работали и и насосы генератор я уверен что это с твоей помощью все теперь и с водой и с электричеством мы будем у нас будет больше шанс для того чтобы разбираться с нашими врагами и помогать нашим раненым спасибо тебе даст я я уверен что мы готовы настолько насколько мы можем быть все теперь когда у нас враг уже у наших ворот у нас не остается ничего кроме как наступать ух ты нифига себе все короче наши воины собираются у края деревни и ждут тебя пока ты будешь вести и я получаю новый джин открытом ворота там где мы были только что с правой стороны спасибо тебе старейшина за все не важно что произойдет сами трансляет знаю что я это честь для меня стоять возле тебя руку и ушла на кровке будут идти за тобой до смерти и даст удачи ну все чем бы сказать что я могу сказать вот и приходит наш победный конец походу ничего и бля ладно ждать вот и приходит наш победный конец которым мы так долго шли ну что правда тут ничего больше добавить я надеюсь что битва с генералом будет не жестокая я смогу вас одного раза завалить а а я почему не могу не интересно почему вниз не будет из того что все смогу где-то здесь что то есть нет нифига обидно просто обидно честно я не знаю где эта фигня может находиться тут нигде нет нигде нету ах вы козлы вообще и в голову кому-то пожалуйста всем гонки будь здоров козлины еще кто-то вот еще кто-то там думал что его не замечу на тебя в чайник где-то там еще кто то есть наугад что буду делать просто сто процентов попаду в кого-то где-то там козел полетели со мной будь здоров все ну все ребят здесь начинается финальная часть и наступление у и так ну что ребят я думаю здесь самое подходящее время закончить до того как мы будем продолжать смотреть что там происходит у нас с генералом и со всеми остальными спасибо огромное за то что были со мной мы узнали сегодня еще несколько интересных вещей и все я думаю близимся ближе близимся уже к на самом деле концу всего хорошего всем спасибо огромное за то что были со мной ставьте лайки подписывайтесь на канал увидимся следующей части с вами как всегда прайзер бэкс всем пока